МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Масты, обочины, водопропускные трубы и система канализации. Завершен ремонт автомобильной дороги Магарамкен-Тахты-Рутул. Газета для всей семьи. Ас-Салам подвел итоги деятельности за 2022 год. Коллектив редакции принял в себя муфтик Дагестана шейха Ахмады Афанди. Министерство спорта награждает. О том, кого отметили по итогам этого года, расскажем в конце. Экспедитор Каспийского хлебозавода незаметно обчищал при лавке магазина в течение месяца. Такое воровство так и осталось бы незамеченным, если бы не бдительный сотрудник безопасности мини-маркета. Пересмотрев камеры видеонаблюдения, ему удалось восстановить цепочку мелких краж, после чего он обратился в полицию. Оперативники установили и задержали 30-летнего жителя Каспийска. Доставщик мучных изделий признался, что совершал кражу, пользуясь моментом, когда сотрудники магазина были заняты приемкой привезенного им товара. Частные дома в Дагестане за год подорожали на 17%. Такие данные приведены в исследование портала недвижимости МирКвартир. Средняя цена жилья составляет более 9 миллионов рублей. С октября по декабрь недвижимость подорожала в 70 регионах страны, а в 14 подешевела. По словам специалистов, причина – рост цен на стройматериалы. Россети «Северный Кавказ» продолжают реализовывать программы снижения потерь электричества. За текущий год компания установила более 17 тысяч интеллектуальных счетчиков, из которых 1100 в Дагестане. Новые счетчики защищены от вмешательств извне и способны самостоятельно передавать показания на центральный сервер сбора данных. Завершен ремонт автомобильной дороги Магарамкен-Тахты-Рутул. Выполнены работы по усилению основания дорожного полотна. Также специалисты укрепили обочины и провели систему канализации. В рамках проекта отремонтировано 7 мостов и более 60 водопропускных труб. Дорога республиканского значения обеспечивает транспортные и социально-культурные связи Магарамкенского, Докуспаринского, Ахтынского и Рутульского районов. Очередная партия гуманитарного груза самым необходимым для солдат на передовой отправилась в зону СВО из Каспийска. Акция была организована Каспийским отделением партии «Единая Россия» по поручению главы республики Сергея Меликова. Гуманитарный груз доставят в расположение 177-го отдельного полка морской пехоты. Сегодня мы отправляем этот груз. Хотим, чтобы наши ребята там ни в чем не нуждались, чтобы им было хорошо, тепло, такое трудное время. От себя выражаем большую благодарность и ждем их с победой. Муфти Дагестана шейх Ахмад Афанди встретился с коллективом газеты «Ассалам». В их числе распространители издания, которые работают по регионам России. Духовный лидер высоко оценил их труд, отметив, что работники газеты делают огромную работу во благо общества. Я уверен, что люди, которые не соблюдали религию благодаря вашей такой работе, некоторые люди, ну, много я уверен, что начали соблюдать. Это я сравниваю с оценкой пророка, когда он, Му'аза ибн Джабал, разъя Аллаху ану, отферил Йемен для дарвата, для призыва их к Исламу. И он сказал след. Вот этот хадис как раз таки, можно сказать, в наше время на вас тоже распространяется. Благодаря Тебя есть и Всевышний на праве даже одного человека на истинный путь. Это, говорит, лучше, чем весь мир и все, что в нем находится. Представляете, люди на этом свете стремятся за богатством, за должностями. А вам, Аллах говорит, одного человека, если вы благодаря вашим усилиям, вашим действиям направите на истинный путь, это лучше вам, чем весь мир. Распространители газеты «Ассалам» также рассказали муфтию о проводимой работе в регионах России. В завершение встречи духовный лидер вручил коллективу благодарственные письма и памятные подарки. Ну а итоги деятельности за 2022 год газета «Ассалам» подвела на торжественном собрании с приглашением почетных гостей, а также сотрудников и распространителей издания. В рамках мероприятия поощрили отличившихся работников, а также разыграли путевки на Малый Хадж. Подробности в сюжете Хамзу Нурмагомедову. Газета для всей семьи «Ассалам» выходит вот уже 27 лет. Издается на 13 языках по всей России и странах СНГ. Главная задача газеты – сделать общество более здоровым и воспитанным. Благодаря именно этой газете многие люди в разных уголках России стали на правильный путь. А наставить человека на правильный путь даже лучше, чем весь этот мир и всё, что в этом мире находится. На подведение итогов деятельности за 2022 год собрались сотни людей. Это авторы, редакторы и распространители газеты. Благодаря слаженной работе не только команды «Ассалам», но и всех имамов, городов, районов, халпредов, всех, можно сказать, руководителей администрации городов, руководителей различных организаций. Действительно, все те, кому не безразлична была судьба Дагестана и в России в целом, они действительно подключились к этой работе. И, аль-хамду лилля, можно сказать, в этом году «Ассалам 2022» можно сказать с гордостью, по милости Всевышнего Аллаха выполнил свою цель, свою работу, во что хочу выразить благодарным Всевышнему Божию. В рамках мероприятия звучали строки из Священного Корана и Нашиды. На экране показали социальные ролики о газете, отметили особо отличившихся работников, которым вручили грамоты и памятные часы от имени Муфтия республики. «Имам Мухумаю Али Магмед Султанович получает благодарственное письмо от Муфтията. Представитель газеты «Ассалам» Гасановка Джумурат Магомедовича в часы». Среди распространителей газеты «Ассалам» по Дагестану лучшим районом был признан Шамильский район. Их представителю вручили переходящий кубок и флаг издания. «В первую очередь хотелось поблагодарить имама. Работая с имамами, я уверен, этого и добились мы, получили. Представители и имамы вместе работали, и, альхамдуля, такой результат. Конечно, нелегко было, но и поселом, и поселом ходили, работали. Главное, люди понимают, ради чего это всё делается, и, альхамдуля, все это было». Перед завершением торжественной программы среди распространителей газеты «Ассалам» также разыграли три путёвки на Малый Хадж Умра. Форум молодёжного клуба «Дружные Кавказы» и другие мероприятия. Их итоги подводились в Пятигорске членами Координационного совета «Мусульман Северного Кавказа». На отчётном собрании присутствовал помощник Муфтия Республики Дагестан Ахмад Надрбеков. За 2022 год в каждом регионе Северного Кавказа были проведены мероприятия с участием представителей духовенства от каждого региона. Форумы, конференции, круглые столы, межрегиональные конкурсы на лучшее знание исламских наук и различные семинары. В 2023 году Координационный совет отметит своё 25-летие. В Махачкаре чествовали лучших в сфере спорта, туризма и молодёжной политики по итогам 2022 года. Мероприятие прошло в конференц-зале исторического парка «Россия. Моя история». Церемония призвана отметить тех, кто упорно работал в этом году на выбранном поприще. Добился наивысших результатов и показал достойный пример для подражания. Лауреаты получили плакетки и памятные подарки из рук именитых спортсменов и других гостей. Программу мероприятия дополнили артисты эстрады. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова